Так, 25 апреля 2021 год, Харьков, 4.28 утра по Киеву. Слева Юпитер в правом верхнем углу Сатурн и ждем мы МКС, который сейчас пролетит в 8 градусах угловых ниже Сатурна и всего в двух угловых градусах ниже, да я на него наведу сейчас, емки-палки, не могу. Вот все, остановил камеру, это летит наш красавец, Международная космическая станция. В динамике хотя бы посмотрим. Надеюсь не промазал я с угловыми. Да, вот вижу, ниже Сатурна полетает, МКС. Видно, да, с правой части экрана. Ну, теперь подождем, пока он переместится к Юпитеру. Вот он, с правой части экрана. Вон она, станция она. МКС спутник Вон. Буду стараться максимально увеличить, держа все-таки губ. Ну, вот вам, МКС и Юпитер. Ладно, поехали, посмотрим пока на МКС. Это я уменьшаю выдержку, дабы чуткости придать. О, мимо столбика. Да, ну, ИСО у нас 1600 МКС. Низко над горизонтом. То есть видно его мутненько. Из-за разрешения светочувствительности. Из-за того, что спутник для нас выглядит низко летящим над горизонтом. Но лучше мы его и не увидим. Конечно, никаких солнечных панелей, как это иногда получается. Снять не выйдет. Пошли. Посмотрим хотя бы на спутнике Галилеева и Юпитера. Даже при таких настроениях светочувствительности мы их точно засечем. Так, это не МКС. Максимальное увеличение, но именно так я вижу, по крайней мере, все четыре спутника в кадре. Самый правый, это Калисто, сейчас скроется за правой частью экрана. В правой части экрана. Потом идет Ганимед, самый крупный. Чуть меньше Марсом размером, между прочим. Потом идет Европа и уже слева от Юпитера спутник ИО. В комментариях спрашивали, как правильно он называется. Буквально две буквы. ИО. Как исполняющие обязанности сокращения аббревиатуры. Так, ну что ж, хорошо, что МКС снова с нами, а то она все время последняя вне зоны видимости находилась. Пошли на кольца Сатурна, посмотрим. И переключить все равно другие настройки. С большей контрастностью. Все это, красоту сниму. Там будет четче все видно. Так. В левом нижнем углу экрана Юпитер, в правом верхнем Сатурн. Поставлю в конце видео обязательно ссылочку на мои съемки в декабре 20-го, где между Юпитером и Сатурном было расстояние 8 угловых градусов. Минут, не градусов, а минут. И при максимальном увеличении в одном кадре оказывались и спутники Юпитера и кольца Сатурна. Так, сейчас сверху от Сатурна будет не спутник Титана, а просто звездочка, которая рядом находится сейчас. Это обманка. Очень похоже по расстоянию на то, что это Титан. Но Титан сейчас как раз, если по кольцам смотреть вперед, приблизительно три расстояния колец. И там спутник Сатурна. Сатурна. Поехали. 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 Сатурна.